Здравствуйте! Это программа Мамы, а не такие. Программа для мам и их детей. Хотя папам тоже будет интересно. И ведем ее мы, Олеся Урунова и Алла Матюханова. Недавно одна моя подруга загадала своему сыну загадку. Кто худеет, кто толстеет, голосит на всю хату. На что он ответил, это ты, мамочка. А какой же ответ правильный? Гармошка. И что же сделала твоя подруга? Что-что, пошла в спортзал и прекратила ругаться. Занятия фитнесом давно уже не просто модное веяние, а настоящий образ жизни. Миллионы активных людей во всем мире проводят свободное время в тренажерных залах, теряя пот и лишние килограммы. Если вы все еще сидите на диване, лакомясь любимым пироженым, взгляните на себя в зеркало. Может быть, пора что-то менять? После рождения двух детей моя фигура очень сильно изменилась, и я хотела бы привести ее в форму. После большого перерыва, либо новичкам, нужно заниматься осторожно, с хорошей разминкой, и поэтому мы начнем с пиговой дорожки. Если вы решились начать посещать тренажерный зал, первый этап занятий лучше проводить под руководством персонального тренера. Он поможет составить нужную программу тренировок, учитывая ваше желание по совершенствованию фигуры. Для того, чтобы результатов добиться, надо с чего-то начинать. Начинать нужно с небольших нагрузок, так больше протянешь, если сразу себя перегрузить, надолго не хватит. И заниматься лучше начинать трех раз в неделю, это самое оптимальное, и не успеет надоесть, и в то же время получится оптимально прогрузить все мышцы. Аэробные тренировки помогут вам сохранить сердце здоровым, а еще они повышают выносливость и способствуют снижению веса. Поэтому непременно уделяйте полчаса беговой дорожке или велотренажеру. Упражнения на гибкость и равновесие нужно делать ежедневно, если вы хотите иметь возможность завязывать шнурки самостоятельно, даже в преклонном возрасте. Также важно включать в программу занятий силовые упражнения, ведь именно они способствуют увеличению мышечной массы и приданию фигуры точенных форм. Вот наглядный пример, как благодаря тренировкам можно измениться всего за два года. Ну, все хотят, конечно, услышать, что через неделю, через две, но минимально через месяц хоть что-то уже можно увидеть, какие-то результаты. Лучше, конечно, заниматься регулярно, годами. Ну, через месяц, через два что-то уже получится, уже хотя бы что-то научится человеку. Фитнес не должен быть для вас наказанием, вызывающим негативные эмоции. Необходимо превратить физическую активность в приятное времяпрепровождение. Йога, пилаты, свосточные танцы – все это тоже направления фитнеса, которые помогут вам привести фигуру в порядок, а также подарят заряд бодрости и отличного настроения. Возрастных ограничений по занятиям в фитнес-зале не существует. Они принесут пользу людям любого возраста и комплекции. Каждому человеку можно подобрать посильную физическую нагрузку. Просто нужно соблюдать меру и не заниматься до полного изнеможения. И на 10, поехали. Раз, два, три. Вам предстоит долгий путь, мгновенных результатов ждать не стоит. Однако хорошее здоровье и подтянутая фигура, независимо от возраста, однозначно стоят потраченных усилий. Оказалось, что не так трудно, как я думала. Гораздо сложнее было собраться самым с мыслями и прийти в зал. Теперь у меня есть стимул продолжать дальше. Физическая активность Физическая активность – это просто отлично для маминой фигуры и папиных глаз. Но при этом необходимо правильное питание. Тут ты права. Но не стоит переживать, мамочки. Не нужно считать каждую калорию или взвешивать каждый продукт. И сейчас я более подробно расскажу об этом в следующем сюжете. Как бы грустно это ни звучало, но человеку свойственно засырять не только окружающую природу, но и собственный организм. Хорошо, с мусором на улице можно бороться. А можно ли каким-нибудь образом перестать портить свое собственное тело? Все гениально и просто. Чем проще продукт, тем он лучше для организма. Организм – это очень совершенное существо, и каждый продукт ему знаком. Только в том случае, если он натуральный. Как только человек что-то туда добавил химическое, для организма это очень сложно для распознавания продукта. У некоторых людей организм воспринимает глютен как аллерген. Поскольку глютен поступает с пищей, то в первую очередь страдает желудок. Для справочки. Генетическое нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих глютен, называется целиакия. Если такая непереносимость выяснилась, необходимо покупать продукты без содержания глютена. Но наука шагнула далеко вперед. И на сегодняшний день есть альтернатива для аллергиков. Хлеб, сладости, макароны и другие продукты без глютена сейчас можно приобрести без проблем. Что такое гриб рейльша? Это натуральный природный антиоксидант, который улучшает работу иммунной системы. Для справочки. Уже 2000 лет этот гриб известен в Китае. Еще его называют гриб долголетия или священный гриб. Если цвет лица зимой оставляет желать лучшего, то стоит задуматься о включении рейши в рацион. Кстати, гриб рейши относит к классу растений адаптогенов, так как он мобилизирует внутренние ресурсы человека, повышает физическую выносливость и устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды. Это колбаса не из мяса, а из пшеничного белка с небольшим добавлением сой. Предпочитают люди есть, это вегетарианцы, веганы, люди, соблюдающие пост. Для справочки. Веганство – это наиболее строгая форма вегетарианства. Веганы воздерживаются от употребления в пищу всех продуктов животного происхождения – мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и молока. Хотя замена коровьему или козьему молоку тоже есть, например, кокосовое или соевое молоко. Один стакан кокосового молока в день восполняет все недостающие питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Многие люди в течение дня поглощают очень много сладкого, причем абсолютно этого не замечая. А потом приходит непонимание, почему появляется лишний вес, ведь посещается спортзал три раза в неделю. Почему, Денис? Потому что на сегодняшний день большое количество сахара вредно для нашего организма. И лучше эти продукты заменить более натуральными. Это мед, фруктоза или заменитель сахара стевия. Они более полезны, лучше усваиваются нашим организмом и не дают никаких отложений. Для справочки. Стевия – это растение, из которого получают вещество стевиазид, природный заменитель сахара. Кроме сладкого вкуса, также имеет массу полезных для человеческого организма веществ. После физической или умственной деятельности всегда хочется чего-нибудь сладкого, например, шоколада. Но не из какао, а из караба. Жиров в карабе в 10 раз меньше, чем в какао, а сладость обеспечивает фруктоза. Батончики всегда хороши для перекусов, потому что содержат только натуральные компоненты, такие как сушеные фрукты, орехи и семена. Крем-мед с различными добавками в виде ягод восполнит дефицит витаминов, что особенно актуально в холодное время года. Кстати, пчеловодством на Руси занимались еще в глубокой древности, поэтому мед по праву считается самым вкусным и самым лучшим десертом. И напоследок, правильное питание – это не только здоровый образ жизни, но и стройная фигура, а также позитивный настрой. Как только ребенок научился говорить, сразу начинают просить у родителей домашнее животное. Собачку, кошечку, попугая, свинку морскую. Кто-то из родителей соглашается, а кто-то категорически отказывается. Да, я думаю, каждый родитель побывал в такой ситуации. Стоит ли заводить домашнего питомца и какого именно? Предлагаю прямо сейчас в этом разобраться. Многие родители сомневаются, заводить или не заводить домашнее животное. Их можно понять. Животное – это существо, о котором нужно заботиться. Ему нужно уделять время, покупать кормы, игрушки, водить к ветеринару, приучать к туалету и правилам в доме. Для нас, взрослых, это определенного рода нагрузка. И не маленькая. Дети все время просят нас о котятах, щенках, попугаях и хомяках. Иногда мечтают годами о новом друге. Кто-то из родителей идет на встречу своим детям, а кто-то не решается взять на себя такую ответственность. Но если сопоставить плюсы и минусы пребывания в доме животного, то последних окажется не так много. Самый существенный – это аллергия на шерсть животного у ребенка. А все остальное можно пережить. Зато плюсов от такого общения очень много. Обычно в периоде 3-4 года детки начинают просить. И здесь нужно брать такого животного, за которым ребеночек в силу своих возрастных особенностей может ухаживать. То есть это могут быть рыбки, хомячки. Дальше ребенок растет. Опять же обсуждение идет всей семьей. И если ребенок в 5-7 лет попросил животное, то это может быть уже и кошечка, и другие животные. То есть для того, чтобы ребенок мог ухаживать за этим животным, оговариваться все это всей семьей. Это Муся – любимая кошка Вероники. Мусе уже 11 лет, и она почти полноправный член семьи. Ну, она пушистая, и она папу любит. И когда он ложится спать, она сразу к нему подбегает. И еще морщит все время. И она любит свое любимое место на подушечке, на окне. Она по сульчику прыг-пыг, и там лежит, смотрит на всех. Сестра Вероники Арина больше привязана к другой домашней любимице. Ее зовут Мила, ей 6 лет, и папу подарю Милу маме на день рождения. Мила павила 7 котят. Я их кормила несколько раз и сливками, и мясом, и папе помогаю кормить их. Животные благотворно влияют на детскую психику. Общение с ними расслабляет и придает сил. Гладить котенка, играть с ним – эти на первый взгляд мелочи помогают справиться ребенку с разного рода психологическими нагрузками. Родители часто критикуют детей, ожидают от них чего-то, злятся на поступки и что-то требуют. Животное же ласкает и принимает ласку. Оно не откажется играть с тобой, если ты не выучил уроки, не разозлится и не начнет читать нотации, если ты за ним не убрал. Детям крайне важно, чтобы в этом мире было хоть одно существо, которое не выдвигает претензии в его сторону. Тогда, когда ребеночек уже растет, это может быть таким домашним психологом, когда ребенок может прийти и прям выплакаться, выговориться, пообниматься с животным. Когда ребенок имеет возможность не только расти рядом с питомцем, но видеть, как родители ухаживают за ним и самому принимать участие в этом уходе, ребенок начинает чувствовать свою силу. Уверенность в себе развивается естественным образом. Когда рядом есть кто-то более беззащитный, чем ты, просто невозможно не почувствовать себя сильнее, смелее, способнее. Даже самые застенчивые дети становятся более раскрепощенными благодаря своим домашним любимцам. Животные дарят детям положительные эмоции, а взрослым помогают снизить давление и вылечить бессонницу. Кошек, кроликов, лошадей, дельфинов, а в особенности собак, часто используют для лечения людей. Этот метод называется зоотерапия. Ученые уже много лет исследуют такое благотворное влияние животных, но пока так и не могут объяснить точный механизм их воздействия. Если вы не имеете возможности взять в дом питомца, общение малыша с животными можно организовать у знакомых, у которых есть, к примеру, кошка или собака, сводить его в контактный зоопарк или приют для бездомных животных. Вы тоже когда-то были детьми, и я уверена, тоже хотели домашнего питомца. Может быть, он у вас был, а может быть, родители так и не разрешили вам его завести. Но в любом случае у вас в подъезде жила общая кошка, а во двор приходил старый добрый пес с несчастными, но добрыми глазами. Мы все когда-то были детьми, и мы точно знаем, что общение с животными нельзя заменить ничем. Вчера мои детки решили испытать мои нервы на прочность. Это хочу, это не хочу, пойдем туда, не знаю куда. Как я тебя понимаю? Поэтому, дети, обращаюсь сейчас лично к вам. Не стоит играть на нервах родителей, пожалейте их. Лучше идите играть на гитаре. Действительно, музыка играет огромную роль в жизни ребенка, и гитара по праву считается одним из интересных инструментов. Этот парень был усерден, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль, дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. Пригнал свой байкань или музей. Я люблю исполнять более такие плавные, медленные, классические что ли произведения. Мягкие, спокойные. Мне очень, конечно же, нравится Высоцкий Владимир Семенович. Вот его эти душевные песни и слова, которые он сам сочинял, тем более. «Не этот бой не забыть нипочем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды». Доказано, что дети, которые занимаются музыкой, заметно преуспевают в школе, опережая своих сверстников в умственном развитии. Они быстрее усваивают навыки чтения и способны более ясно выражать свои мысли. Также музыкальные занятия развивают мелкую и крупную моторику и слуховые, зрительные, тактильные способности к восприятию. В 12 лет у ребенка уже достаточно развита мускулатура пальцев и рук, поэтому самое время учиться игре на гитаре. Я когда был в шестом классе, я узнал, что мой одноклассник умеет играть на гитаре. На уроке музыки он сыграл. Мне понравилось и хотел также научиться играть. И начиная с первого сентября, то есть в прошлом году, я играю на гитаре. Самая моя любимая песня, которую я люблю играть, это «Кукушка». Когда им что-то интересное, приходят с горящими глазами, говорят, я хочу такую песню разучить, обязательно никогда никому не отказывай, мы сразу садимся, если аккорды там не очень сложные, мы обязательно эту песню разучим, главное, чтобы ребенку было интересно. Научиться играть на гитаре могут не только мальчики, но и девочки. И не нужно говорить, что это не женское дело. Сколько времени ты играешь на гитаре? Полтора года. А почему именно гитара, а не фортепиано, например? Мне показалось, что она более мобильна и на ней интереснее играть, чем на пианино для меня. Большинство моих одноклассников играет на пианино, некоторые на скрипке. На гитаре практически никто в нашей школе не играет. Заниматься стоит дважды в неделю, чтобы между преподавателем и ребенком установился тесный контакт. Важно, чтобы в этом возрасте обучение детей игре на гитаре происходило плавно, без перегрузок организма. Ребенку обязательно нужна своя гитара, потому что то, что он позанимается здесь в классе, он потом будет заниматься дома. Без занятий дома, к сожалению, процесс будет долгим, потому что нужно гитару как можно чаще брать в руки. Увидел, как мой дядя, ну мы были на море, и он играл на гитаре. Мне это сильно понравилось, и мне так случилось, вот год назад мне подарили гитару на Новый год. И я с начала учебного года пошел играть, заниматься на гитаре. Я думаю, что меня можно назвать душой компании. Если уроки проходят в коллективе, это формирует у ребенка коммуникативные навыки. То есть ребенок учится общаться со сверстниками и понимать их. Ну и напоследок, давайте что-нибудь такое исполним, чтобы всем стало тепло и хорошо. Я сейчас пою песню «Скоро наступит весна». Песня «Скоро наступит весна» А наша программа подошла к концу. Спасибо, что все это время были с нами. Надеюсь, что вы для себя подчеркнули что-то полезное, интересное и новое. Понравившиеся сюжеты вы можете посмотреть на нашем канале в Ютьюбе, который называется «Амурское областное телевидение» или на сайте amurobl.tv. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!